я приветствую дорогие друзья сегодня мы поговорим на очень интересную и какой-то степени неоднозначную тему это раннее бронирование эта тема всегда вызывает много дискуссий среди туристов многие туристы не доверяют этой теме да то есть они думают что все равно они переплатят или ближе к дате будет дороже я постоянно вопрос возникает споры я в туризме уже достаточно давно более чем пять лет и поэтому эти вопросы я часто слышу от своих туристов и конечно же в этом подкасте своем хочу поделиться как раз реальной настоящей информации что же такое раннее бронирование когда все-таки может быть дешевле если не по раннему бронированию мы немножко затронем тему горящих туров да и поговорим вообще в принципе зачем это нужно туристам и туроператорам поехали подкаст георгий travel начинаем и так дорогие друзья давайте с вами разберемся сначала с термином что же такое раннее бронирование ну вообще раннее бронирование логично надо забронировать заранее она возникает у нас в принципе в течение года в разные периоды есть раннее бронирование на лето есть раннее бронирование на осень есть раннее бронирование на зимний сезон или на весенний то есть раннее бронирование так или иначе присутствует но в основном конечно это все говорится о летнем сезоне Потому что Средиземноморское побережье, это Турция, это Греция, это Кипр, это основная масса туристов, куда отправляются летом отдохнуть. И в основном, конечно, вот этот большой информационный поток информации о раннем бронировании, конечно, приходится о лете, мы говорим о лете. Поэтому суть здесь проста, нужно забронировать, чем раньше вы забронировали, тем получили более выгодную цену. Как раз об этом мы сейчас с вами и поговорим, и обсудим. И все-таки правда это, да, надо, стоит или не стоит, или что делать. Я всегда говорю, как есть, у меня есть опыт работы с туристами, и я здесь отвечу, как на те вопросы, которыми задают туристы, ну и также, которые я сам прокомментировать хочу. Ну давайте начнем, что все-таки действительно Средиземное море, мы говорим сейчас в большей степени о Турции, наверное, о Кипре, как говорится, и в том числе Греции. Это все-таки действительно раннее бронирование имеет смысл. По Греции сейчас, конечно, немного бронирования после пандемии, да, но тем не менее Греция более выгодная, даже если бронировать до Нового года, на следующий год. Отели всегда действительно предлагают максимально выгодные условия, особенно если мы говорим о каких-то дорогих премиальных отелях, типа Океания, там еще какие-нибудь, да, отели такого высокого уровня. Это обязательно надо делать заранее. Что касается Турции и Кипра, вся история, в принципе, та же самая повторяется. Если мы говорим об отелях, которые высокого уровня и так далее, это все лучше делать заранее. Поверьте, всегда цена ближе к дате очень сильно дорожает. Это действительно так, и здесь, ну, можно долго спорить, рассуждать, но если вы запланировали поездку и посмотрели цену, например, там, в декабре, в инваре на отель, к примеру, там, не знаю, Max Royale или еще какие-нибудь, да, ну, хорошего уровня отеля, да, даже не такого высокого уровня можно там и, да, в принципе, и Риксосы можно посмотреть. Да любые, ну, мы не говорим там совсем о дешевых отелях, но, тем не менее, это будет очень показательно, Космополитен, Нирваны там и так далее, да, все это посмотреть, вы увидите, что действительно цена сильно разнится. И когда вы будете уже бронировать, например, подумайте, забронируя Коаклету, вы увидите, насколько цена изменится. А цены действительно меняются примерно в диапазоне 30%. Это немалая сумма, это не та сумма, которую можно, типа, подождать и ладно. Вот, но при этом, я сейчас сказал о дорогих отелях, на самом деле и дешевые отели тоже дорожают. И у меня не раз бывает ситуация, что мы сегодня в зимнем периоде сидим, рассматриваем с кем-то отели и выбираем вроде даже и пятерки, но потом люди затягивают или куда-то пропадают, да, бывают там по своим делам, а потом они очнулись на улице июнь месяц и говорят, все, на июль летим, а за их бюджет мы можем предложить только слабую троечку и все, собственно, да. Хотя зимой мы могли купить, в принципе, пятерку и с аквапарком там и так далее, с горками, то уже в этот период сделать это будет невозможно. Это действительно так и никакой здесь, никого подвоха нет, все абсолютно, ну, реально. Но давайте все-таки рассмотрим, а есть ли горящий тур, а вдруг, вот, а вот может быть, да, то есть вот такие вопросы всегда возникают. Здесь я отвечу очень просто. На самом деле, выстроена система у операторов следующим образом. Они сейчас выставляют максимально выгодные цены раннее бронирование. Потом, если у них есть какой-то провал, а провал продаж у них, как правило, выпадает, если мы говорим, опять же, про летнее направление, они запускают где-то с апреля месяца, бывает на вторую половину апреля не очень загрузка, и они цены, бывает, поднимают, да, вот где-то там в марте месяце после окончания раннего бронирования. И вот на апрельские даты, наконец, дат возвращают снова их к раннему бронированию таким же ценам, да, и получается некий такой горящий вариант, да, более дешевый, потому что в это время как раз все собираются либо на майские, да, либо еще, вот апрель месяц всегда бывает достаточно слабый на продаже. Ну и второй этап летний, скажем, такого летнего падения цен, это как раз когда закончились майские праздники, и у нас еще не наступило лето, школьные каникулы, в это время тоже цена у нас, соответственно, проваливается, потому что спрос чуть меньше, слабее, и операторы, бывает, тоже откатывают эту историю примерно до уровня цен раннего бронирования. Ну вот именно надо понимать, что именно в эти только периоды, ну, можно заранее не бронировать, да, то есть можно, конечно, вторую половину апреля купить в начале апреля, да, вторую половину мая можно купить в конце апреля, в начале мая, и, в принципе, скорее всего, нету смысла в раннем бронировании. Но, если вы все-таки смотрите, друзья, на июнь, на июль, а особенно на август, на бархатный сезон, категорически надо бронировать заранее, ну, реально, потом просто приходят расстроенные лица, глаза, они звонят, да как же так, да вот мы смотрели, ну, вот почему мы не делали раньше, и очень часто не бывает такая фраза в мой адрес, Павел, ну что же вы не настояли, ну почему вы нам не сказали, ну мы прислушались, хотя я часто говорю, и сейчас я, собственно, это говорю именно для этого, чтобы вы не переплатили, вот. Поэтому, кто знает мой формат работы, что я работаю в формате оптовых цен от туроператоров, я работаю без комиссии агентства, для меня не имеет смысла, сколько стоит ваш тур, у меня есть фиксированный заработок, об этом вы все можете посмотреть у меня на сайте, как я работаю, у меня формат называется «Туры по подписке», вы перейдите, посмотрите, у меня основные два формата, это когда вы самостоятельно выбираете тур у меня на сайте, или вы все-таки требуете консультацию, вам нужен какой-то выбор, помощь там и так далее, поддержка в стране, это, соответственно, другой тариф, можете зайти посмотреть. Эти суммы фиксированы, и я не завишу от того, был ваш тур, стоил 100 тысяч, а стал 200, я от этого не выиграю, и поэтому я говорю смело, так, чтобы было выгодно вам. Ну давайте еще один период заметим, падение цен, падение цен еще в период на 1 сентября, очень часто бывает, и я всегда о нем говорю, и мы, кстати, с семьей очень любим в это время пойти, если честно, не на 1 сентября с детьми в школу или в садики, да, а улететь как раз в Турцию, отдохнуть в эти дни. Но здесь как бы уже история немножко другая, во-первых, с регионов очень редко эта история бывает, потому что очень, скажем, не такая частая полетная программа, потому что, например, в Сибирске стоит там один рейс, да, в неделю у оператора, у другого еще по одному рейсу там и так далее, то из Москвы, например, у одного оператора может стоить по 5 рейсов, да, и, соответственно, слишком большая, большая емкость у авиаперезки позволяет снижать цены или вынуждает даже снижать цены. Поэтому в основном все низкие цены, они как раз попадаются на 1 сентября из Москвы. Из регионов это крайне редкая история, загрузка вполне отлично идет, потому что я вот сейчас уже бронирую, у меня есть люди бронируют на 3 сентября, на 28, на 5 и так далее, то есть уже идет бронь полным ходом и, в принципе, переизбытка перевозки нет и, соответственно, ждать из регионов сложно, да, ну, маловероятно, лучше не ждать. А вот из Москвы, пожалуйста, очень часто, практически каждый год и до пандемии, во время пандемии, и сейчас, да, мы видим эти цены и сами в эти цены улетаем очень дешево, прямо сильно. Вот прям, наверное, самый, даже, это даже будет, кстати, дешевле, чем мы говорим о второй половине мая, да, или второй половине апреля, 1 сентября это прям провал. Поэтому, если вы готовы поискать, половить цены, и эти цены всплывают примерно, наверное, в диапазоне, где-то с 10 по 20 августа, вот в этот промежуток, ну, они очень долго не стоят. То есть они, бац, выкинули цены оператор, все, успели, быстренько распродали, дальше опять приподнимают. Такая волнообразная история, да, скачками они-то делают, им надо подгрузить, они скинули, подняли и так далее. Вот. Так что, друзья, это все действительно, на самом деле, так и есть, все абсолютно реально. На самом деле, корни этого растут, вы, думаю, знаете, и в том числе, и от авиакомпании. Посмотрите, любую авиакомпанию, будь то Аэрофлот, там, не знаю, Победа, Севен, Уральские авиалинии, вы заметите динамику, что чем ближе цена, тем выше, чем ближе дата, тем выше цена. Собственно, это нормальный порядок, скажем, ценообразования в туризме, и так все происходит. Ну и давайте, я постараюсь вам здесь приоткрыть некую такую, какую-то, может быть, секретную, да, историю. Вот все-таки зачем это делают туроператоры, да? Туроператоры, естественно, это делают по каким причинам? Первое, они хотят, конечно, спрогнозировать свой спрос. Им важно понимать, насколько будет загружена их авиаперевозка, да, потому что все-таки любая компания, туроператор в России, все-таки в первую очередь, ее надо считать авиакомпанией, потому что они отправляют рейсы, а уже отели, это имеет у них контракты, контракты имеются с теми, скажем, разными отелями в стране, и это, в принципе, уже вопрос принимающей компании. Да, они там тоже зарабатывают, но этот вопрос уже, скажем, второстепенный. Первая задача все-таки загрузить рейсы, это номер один, поэтому раннее бронирование позволяет им понять, ага, у нас есть такая-то загрузка, что мы делаем дальше, поднимаем цены, оставляем цены, меняем ли мы рейсы, это, кстати, тоже немаловажный фактор, потому что в том году, например, очень много было выставлено авиаперевозки, особенно из Москвы, да, и ближе к дате было понятно, что не успели загрузить, но вы помните, в том году у нас, в 21-м году было закрытие Турции, да, в апреле, и исходя из этого, ну, весь рынок поехал, да, немножко, и поэтому многие операторы сокращали авиаперевозку, было по пять рейсов в неделю, стало по два, по одному, приходилось оптимизировать, менять время, люди, конечно, были недовольны тем, что вылет купили ранее, а он оказался только поздний, ну и так далее, да, но это было связано именно с этим форс-мажором, который произошел по Турции, напомню, что там было закрытие под видом, конечно, пандемии, хотя я был прямо в апреле месяце, прямо в Турции, вот в тот момент, когда все закрывалось, и я точно скажу, вся туристическая отрасль была вакцинирована, все абсолютно соблюдали безопасность, никакого ковида в Анатолийском побережье там и не было, в общем, это все, вы, думаю, знаете, помните, это все по политическим соображениям, но под видом, в том числе, коронавируса, и цифры, конечно, в Турции были большие, но они были все-таки в городах-миллионниках, это Стамбул, Измир, Анкара, но никак не на Анатолийском побережье. Ну ладно, это не суть дела, так чтобы была ремарочка, чтобы было понятно, это, наверное, к вопросу тому, что сейчас люди, опять же, вернутся над их страхом, боятся, что, ой, а вдруг закроют границы, вот же было, ну вот я вам дал понимание, из-за чего этого было, и давайте поговорим о страхах, ну окей, да, вы поняли, что действительно выгодно, что действительно дешево, но страх, он внутри сидит, а вдруг закроют, а вдруг еще что-то будет, а вдруг я заболею. Ну давайте начнем с самого простого, наверное, самого популярного вопроса, это, а вдруг закроют границы. Ну, друзья, давайте откровенно смотреть на вещи, никто их закрывать не будет, это раз. Второй момент, если даже рассматривать этот вариант по раннему бронированию, во-первых, предоплаты минимальны, сейчас туроператоры, Ту и Пегас, и другие некоторые операторы, берут всего лишь 10% предоплаты, такого, честно вам скажу, раньше не было. Всегда была предоплата в среднем 50 на 50, 50% предоплата, и 50% там за 2 недели, или за 21 день до вылета. То есть сейчас туроператоры уже, кстати, второй год пошли на такие условия, они берут минимальные предоплаты, кто-то берет 25%, что позволяет, в принципе, с минимальным, скажем, переживанием забронировать тур, как бы, и не переживать. Это один момент. Второй момент, у нас все-таки постановление правительства, кто вот помнит, да, когда 20-й год был, оно уже все, как бы, оно уже было принято, сделано, и сейчас этого нет, и не будет. И, соответственно, даже если что-то вдруг, или вы передумали, или какая-то история произошла, туроператор вам должен вернуть деньги. Ну, конечно, здесь история сразу с возвратом, наверное, не идет. Здесь в первую очередь, как все будет выглядеть, если будет какой-то форс-мажор. Во-первых, туроператор предложит вам альтернативные даты, да, которые, возможно, будут открыты, или что. Ну, мы давайте гипотетически рассматриваем. Границы не закроют, но мы рассматриваем. Они будут вам предлагать другие даты, они вам предложат другие направления, они предложат оставить денежные средства на депозите, использовав их на любой другой тур. Но если это вас не устроит, вы, естественно, можете написать денежные средства на возврат поставить, написать заявление, да, там есть определенный пакет документов, и вернуть денежные средства. Просто надо понимать, что это будет не быстро. У всех операторов минимальный регламент это месяц. Сейчас я вам скажу точно, что операторы не возвращают быстро, даже 3 месяца есть такие сроки и так далее. Поэтому они все делают для того, чтобы вы деньги не забирали, а переносили их на другие туры, на другие даты, если даже наступил какой-то форс-мажор. Ну вот, ответил на ваш вопрос. Второй вопрос, наверное, связан будет, опять же, вот вторая сумма оплаты, когда? Она за две недели. За две недели до вылета. Уже все понятно, все ясно, да, то есть уже форс-мажоры максимально все исключены, поэтому риска, ну, в принципе, его нет. Я его вообще абсолютно здесь не вижу и переживать не стоит. Зато вы сохранили цену. Да, можно сейчас сказать, нет, я лучше подожду до самого победного и там забронирую. Но, друзья, я скажу честно, наверное, как предприниматель, да, не как блогер там, да, или тот человек, который что-то транслирует. Я скажу честно, я не встречал людей, которые даже покупают туры за 500 тысяч рублей и не готовы сэкономить несколько тысяч рублей. И вот это миф, конечно. Я вот уверен, что ни один человек не захочет, там, грубо, если бы тур стоил там 100 тысяч рублей, а летом он будет стоить 150. Да и ладно, да ничего страшного, полтинник переплатим. Ну, такого, друзья, нет. Давайте не будем лукавить. Все хотят купить по адекватной цене и не чувствовать себя дураком или каким-то, да, скажем, в унизительной позиции, почему я переплатил. Это неприятно. Людям всегда это неприятно чувствовать. И поэтому я скажу точно, что лучше сделать заранее, забронировать, спокойно сидеть, ждать своего вылета. Тем более у многих людей отпуска подписаны, уже сейчас подписывают, да, уже примерно все ясно, да. И лучше это все, конечно, позаботиться заранее об этом. Так что вот для чего вам нужно это раннее бронирование, чтобы вы понимали. Обязательно не затягивайте свою покупку. Вот. И по поводу, наверное, ну, горящих туров я вам уже сказал, да, что реально горящий тур, как бы это все-таки не та история. Вот про сентябрь сказал, немножко про горящий тур расскажу, хотя отдельно тему хотел рассказать на этот вопрос популярный, что реально горящий тур это вылет завтра. И это бывает только в том случае, когда мест много, да, и нужно дозагрузить. Ну, как много? То есть их остается там 10 мест, может быть, там 5 мест, надо быстро дозагрузить, и при этом выбора отеля уже практически нет. Ну, я думаю, давайте это мы отдельно, в отдельном подкасте вам расскажу все про горящие туры, прям все внутреннюю кухню, как это все работает, чтобы у вас было понимание. Ну, а сейчас, я думаю, мы с вами можем подвести итог, так как у нас на сегодняшний момент еще зима, да, мы можем смело, смело заниматься ранним бронированием. До 31 марта раннее бронирование открыто. Да, конечно, это уже будет третий этап раннего бронирования, второй этап как раз сегодня, 31 января, заканчивается. Условия, возможно, операторы что-то поменяют, но тем не менее, они все равно еще раннее бронирование будет. Поэтому я вас призываю не засиживаться, не надеяться, да, на авось, как у нас иногда любит, а уже переходить на мой сайт, определяться с туром. Если вы не знаете, как выбрать, то всегда можете написать мне WhatsApp напрямую, я вам какие-то основные вопросы отвечу, и мы уже с вами перейдем к бронированию. Так что, друзья, спасибо, что весь выпуск дослушали до конца. Уверен, что вы поймали какой-то для себя главный такой инсайт, главную какую-то информацию. Ну и услышимся в следующих моих аудио. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok